Памятник известному писателю, переводчику и публицисту Геральду Бельгеру открыли в Алматы. Его установили на аллее 12 месяцев прямо в центре мегаполиса. Именно там Бельгер любил отдыхать в свободное время. Автор 53 книг в одинаковой степени творил на нескольких языках – казахском, немецком и русском. Он унес большой вклад в изучение казахской культуры, раскрыв белые пятна истории. Подробности у Асим Кощегуловой. Геральда Бельгера увековечили в бронзе прямо посередине его любимой аллеи. Он будто только прогулялся и присел всего на несколько минут. На коленях книга. В жизни писатель никогда не расставался с ней, вспоминают родные. Впрочем, любовь к книгам и открыла писателю чудесный мир казахской литературы, которому он посвятил почти всю свою жизнь. Автор скульптуры – Нурлан Далбай. Для меня значим этот памятник тем, что он очень точно передает. Облик Геральда Карловича передает его, так сказать, одухотворенность, передает какую-то его эмоциональность, какие-то самые главные черты его характера. Это улица Кабанбай-Батыра, а это Чоканово-Риханово. Вот перекресток этих дорог – это, собственно, родной дом Геральда Карловича, поскольку мы живем совсем вот здесь рядом. Эту улицу он очень любил. Вот там у него, прямо у Чокана, была заветная такая скамья. Туда собирались все, кто хотел послушать его. Геральд Бельгер родился в Саратовской области. В возрасте 7 лет его семью, как и других этнических немцев России, в 40-х депортировали в Казахстан. Он рос в маленьком казахском ауле Северо-Казахстанской области. Там и пошел в школу. Уже тогда Геральд начал проявлять интерес к казахскому языку. Настолько он был покорен красивым звучанием степного языка, что спустя время свободно говорил на нем, читал, писал грамотно и даже мыслил на казахском. Параллельно постигал национальные традиции и обычаи. Так начинался его путь в большую литературу. К Геральду Карловичу наш народ всегда относился с уважением и называл его Гер-Ага. В ауле, где прошли его детства и юношеские годы, он и его соотечественники были окружены заботливыми и душевными людьми. Хотя это были непростые времена. Казахский народ принял и протянул им руку помощи. Поэтому выдающийся писатель до конца своей жизни с чувством великой благодарности заботился о культуре местных жителей, их традициях, языке. У него душа была казахская. И сегодня мы отдаем дань уважения Геральду Бельгеру. За плечами Геральда Бельгера был факультет русского языка и литературы Казахского педагогического института имени Абая. Там он изучил теорию. Но вот создавать произведения учила сама жизнь. Он написал 53 книги и 2000 статей. В каждом из произведений – любовь к казахскому народу. Именно благодаря Бельгеру Абай зазвучал на немецком языке. Уникальность писателя заключалась в том, что он одинаково талантливо творил на казахском, русском и немецком языках. Это, мне кажется, такое абсолютно символическое олицетворение языковой политики государства. Мы все говорим там трехязычие, трехязычие. Человек этим занимался всю жизнь. Я рядом с ним пробыл около 30 лет, очень счастлив этому обстоятельству. Поэтому у меня к нему особое отношение. Говорят, незаменимых нет. Я с этим бы поспорил, потому что заменить его никем невозможно. Его место особенное. И я могу сказать, что все, что я ему обещал, я выполнил. Рукописи я его издал. На Кенсае он лежит, как он хотел. Насчет памятника не договаривались. Ну вот, это уже инициатива наша общая. Я очень рад, что мне помогали. Судьба отмерила выдающемуся казахстанскому писателю 81 год. Вся его жизнь была посвящена знаниям и творчеству. Герольд Бельгера останется в истории страны, памяти народа, как уникальный писатель с большим сердцем. Асим Кощегулова, Нурдавлет Джахсабаев, Хабар 24, Алматы.